Интересно, сколько раз еще в негативном ключе аукнется герцогам Сассекским их интервью, которое они в марте нынешнего года дали Опре Уинфри. Меган Маркл и принц Гарри в том интервью рассказали о том, что королевская семья отказала в надлежащем уровне обеспечения безопасности, после того, как ему было отказано и в титуле принца. Но биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон напомнил, что Арчи, вероятно, в течение многих лет жил бы в Великобритании со своими родителями и, следовательно, был бы защищен их службой безопасности. Все старшие члены королевской семьи, включая герцога Сассекского до ухода в отставку, получают охрану 24 дробь 7. А второстепенным членам королевской семьи предоставляется охрана всякий раз, когда они исполняют официальные обязанности по поручению королевы. Гэйн Мортон сказал ведущий to die for daily.com Кинси Скофилд у них обоих, Гарри и Меган, были телохранители. Обычно, если у королевской пары появляется ребенок, он находится под защитой охранников родителей, поэтому персональные охранники маленьким детям не нужны. Арчи на самом деле не нуждался в телохранителях или личной защите в течение длительного времени. Принц Гарри также выразил в интервью Опре свою обеспокоенность тем, что Меган постигнет та же участь. Что и его мать Диану, которой в частности было отказано в королевской охране после развода с принцем Чарльзом. Но и тут Эндрю Мортон парировал. Гарри стоило бы помнить, что после развода принцесса Диана перестала быть работающим сотрудником королевской семьи, она была независима в своей благотворительной гуманитарной деятельности. С Гарри и Меган то же самое, они ушли с королевской работы, они независимые гуманитарии. Тем не менее, Сасексы продолжали ныть в интервью, что королевская семья сначала создала вокруг них машину преследования со стороны СМИ. А после этого решили отказать им в защите, причем на том основании, что у Арчи нет титула. Они позволили этому случиться, а это значит, что наш сын должен быть в безопасности. Меган также рассказала во время интервью, что она написала несколько писем королевской семье с просьбой не снимать охрану Арчи. Но стоит помнить, королевская охрана была снята с Сасексов в Великобритании и Канаде, когда стало известно, что они покидают свою королевскую работу с 1 апреля 2020 года. Принц Гарри признался, что медиамагнат Тайлер Перри именно тогда предложил им свою охрану и гостеприимство в США. «Мы были в Канаде в чужом доме и внезапно узнали, что в ближайшие дни королевская охрана будет снята. И тут внезапно меня осенило. Постойте, но объявлено о локдауне, границы будут закрыты, весь мир знает, где мы находимся, это небезопасно и нам нужно уезжать». Меган добавила, у нас не было плана, и нам нужен был дом, и Тайлер Перри также предложил нам охрану, так что это давало нам передышку, чтобы попытаться понять, что нам делать дальше. Тем не менее, Дай Дэвис, бывший главный суперинтендант, который возглавлял подразделение королевской охраны полиции Мед, утверждает, что намерение королевской четы, покинувшей свои обязанности, жить за границей с финансируемой государством охраной было невозможным. Расходы составили бы от 8 до 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Королевский источник добавил к утверждению, касающемуся безопасности Арчи. Выбор образа жизни, который были намерены вести Гарри и Меган, был признан совершенно невозможным для того, чтобы обеспечить им королевскую охрану. Они летали по всему миру по праздникам и в отпуск, рассказывали о своих планах, покинув королевскую работу, жить на несколько стран в течение года. При этом требуя, чтобы за ними присматривали офицеры королевской охраны, которые не хотели покидать свои семьи в течение длительных периодов времени. Кроме того, британское правительство и столичная полиция находились под огромным давлением. Чтобы сократить расходы на содержание монархии, о чем старшие члены королевской семьи были хорошо осведомлены. Начну от печки, постараюсь кратко. После того, как вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл в шоу Опры Уинфри, телеведущий Пирс Морган в программе «Доброе утро», Британия выразил свое недоверие к тому, что сказала герцогиня Сасекская. В том числе заявил, что он не верит ни одному слову Меган, когда она заявила, что жизнь в королевской семье довела ее до мыслей о суициде. «Извините, я не верю ни единому ее слову. Я бы не поверил ей, если бы она прочитала мне прогноз погоды». Пирсу в прямом эфире решил противостоять «Хи-хи». Ведущий прогноза погоды Алекс Берисфорд, заявляя, что Пирс сугубо не прав. Я честно смотрела этот выпуск и те 15 минут, когда ведущий прогноза погоды посмотрела бы я на российском телевидении на нечто подобное. Читал мораль Пирсу, объясняя, что он не прав и давно уже придирается к герцогине Сасекской исключительно по личным мотивам. Ведь некогда Меган Маркл отказалась от общения с Пирсом, которому вдруживалась в друзья, раскручивая себя в Великобритании, сразу после того, как на ее удочку попалась золотая рыбка принц Гарри. А Пирс, телеведущий с огромным опытом, влиянием и популярностью, выслушивал нравоучение Алекса в свой адрес, лишь иногда пытаясь вставить пару слов. Атмосфера в студии накалилась, и Пирс Морган покинул ее, громко хлопнув дверью. В данной ситуации сам Пирс чуть позже заявил, что поступил крайне непрофессионально. Но далее ситуация развернулась совершенно непредсказуемо. Мало того, что на Пирса, в негосударственную организацию по контролю за британскими СМИ Овком, было подано более 50 тысяч жалоб за то, что он не признал психологические сложности Меган Маркл, что могло повлиять на многих людей с подобными проблемами. Так еще и сама Меган позвонила руководству компании ITV, выпускающей программу «Доброе утро, Британия» и, если упрощенно, поставила ультиматум. Либо Пирс извиняется передо мной в прямом эфире, либо я вас засужу. ITV натурально поджало хвост. Руководство потребовало от Пирса Моргана выполнить требования Меган Маркл. Пирс Морган, честь ему и хвала, про свободу слова помнил и сообщил, что ничего подобного делать не намерен и уволился. Ожидаемо рейтинги программы «Доброе утро», Британия без своего бессменного. На протяжении шести лет ведущего рухнули на 25%. Доходы от рекламы, соответственно, тоже. Но и овком не лыком шито. А может, учла и тот момент, что Меган сейчас не член королевской семьи, а всего лишь некая вздорная дамочка из США. А может, и королевская семья намекнула дала команду ФАС. Точнее, дала понять, что интересы герцогини Сасекской это интересы герцогини Сасекской. В общем, организация Овком разобралась в ситуации и постановила, что Пирс имел право заявить, что не верил утверждениям герцога и герцогини Сасекских, а также придерживаться и выражать твердые взгляды, которые строго оспаривали их версию. Их вердикт гласит, Кодекс позволяет отдельным лицам выражать строго обоснованные и аргументированные собственные взгляды, в том числе потенциально вредные или крайне оскорбительные, обещательным компаниям включать их в свои программы. Ограничение таких взглядов, на наш взгляд, было бы неоправданным и пугающим ограничением свободы выражения мнений как телеведущих, так и аудитории. А это означает, что ITV, как минимум, должно принести Пирсу Моргану свои извинения и предложить ему вернуться на работу, а как максимум выплатить ему крупную сумму компенсации за незаконные требования. Что ж, за трусость и прегрешение против свободы слова надо платить. Между тем, Пирс Морган в шутку спросил, может ли он вернуться на работу, и назвал решение Авком громкой победой свободы слова. Он написал в Твиттере, «Я рад, что Авком подтвердил мое право не верить подстрекательским претензиям герцога и герцогини Сасекских у Опры Уинфри, многие из которых оказались ложными. Это громкая победа свободы слова и громкое поражение принцессы Пинокки. Я могу вернуться на работу». Но тут же в бой вступили поклонники Меган Маркл, которые пишут в соцсетях, «Авком защищает отвратительное поведение». Разочарован подобным решением Авком. Это шутка. Было более 50 тысяч жалоб на Пирса, они не приняты во внимание. Показывает, насколько им важны чье-либо психическое здоровье, издевательства и клевета для их кодекса. На самом деле довольно отвратительно. Еще один пользователь отметил, что Пирсу, похоже, сходят с рук многочисленные негативные комментарии, которые он делал о Меган на протяжении многих лет, независимо от того, правдивы они или нет. Итак, публичное преследование и психологическое давление на кого-либо в течение многих лет – это свобода слова. А мы и не знали. Герцог и герцогиня Сасекские еще не прокомментировали публичное решение Авком. Австралийский королевский эксперт Даниэла Эльзер называет 2021 год, доименувшие с момента Мэгзита, исхода Сасексов из королевской семьи, 18 месяцев, провальными для принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сасекские покинули королевскую семью 18 месяцев назад и с тех пор запустили ряд амбициозных проектов, в том числе с некоторыми из ведущих мировых потоковых платформ Netflix и Spotify. Королевский комментатор Даниэла Эльзер заявила, что этот год был задуман как 12 месяцев покорения мира для Меган и Гарри, но описывает последние 9 месяцев жизни пары, как провал для дуэта, ныне базирующегося в Калифорнии. Она написала на австралийском сайте News. О, давайте будем честными, никто не получил в 2021 году того, чего хотел, не так ли? В том числе Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сасекские. Поскребите ноготком их достижения, вы увидите, что этот год стал провалом для экскоролевского дуэта, который ныне строит из себя новую королевскую семью в Калифорнии. Гэжа Эльзер продолжает. Не обращайте внимания на семейную вражду, которая доминировала в новостях, связанных с Сасексами, в этом году. Помимо шумихи вокруг появления на свет второго ребенка Сасексов, дочери Лилибет Дианы, Маунтбетен Виндзор, даже Шерлоку Холмсу было бы трудно найти какую-либо крупную победу или свершение этих королевских перебежчиков. Гэжа Эльзер вспомнила ряд спорных решений, которые пара приняла в этом году, которые привлекли внимание. В марте Меган и Гарри встретились с опрой Уинфри и выдвинули серию изобличающих обвинений в адрес королевской семьи. В результате дворец ответил, воспоминания могут быть разными. Даниэла Эльзер предположила, что этот шаг имел неприятные последствия для пары и заявила, что обстрел только привел к подъему рейтинга королевской семьи. Герцог Сасекский ненадолго вернулся в Великобританию в апреле на прощание с принцем Филиппом. И во время церемонии в Виндзоре между ним и принцем Уильямом в процессе шел Питер Филиппс, что красноречиво говорила вражда между Гарри и Уильямом актуально по-прежнему. Лишь бы не подрались мальчики и не испортили прощание. На всякий случай между ними поставили барьер в виде двоюродного брата, сына их тетушки, королевской принцессы Анны. Меган, как сообщают источники, королевская семья и их персонал выдохнули, когда это стало точно известно. Рвалась прибыть на прощание с герцогом Эдинбургским, но ей на последних месяцах беременности запретили трансатлантический перелет врачи и отсоветовала мама Дория. Затем Гарри еще раз побывал в Великобритании на открытии памятника матери принцессе Диане, которая состоялась 1 июля нынешнего года в Кенсингтоне. Гэжа Эльзер считает, что атмосфера, окружающая эти два возвращения принца Гарри, похоже напоминала живую версию холодного сердца, только еще чуть более ледяную. Даниэла напомнила, что июнь для Сасексов тоже был непростым. Во-первых, общественность не слишком тепло приняла выбор Гарри и Меган, которые дали дочери имя Лилибет, детское прозвище королевы Елизаветы II. Не все сочли это сладким жестом и данью уважения ее величеству. Во-вторых, с треском провалились продажи книги герцогини Сасекской скамейка. Провалились до такой степени, что Меган Маркл была вынуждена выкупать часть тиража и жертвовать свои книги школьным библиотекам и детским приютам, лишь бы у книги был хоть какой-то рейтинг. Да и август месяц нынешнего года с точки зрения Даниэлы Эльзер пошел для Сасексов не по плану. Гарри и Меган, регулярно напоминавшие в СМИ о своей дружбе с Бараком и Мишель Обамой, не были приглашены на вечеринку в честь 60-летия экс-президента США. Теперь многие считают их нерукопожатными после подобного пренебрежения. И намекают, отсутствие приглашения от Барака и Мишель Обамы будет негативно влиять на репутацию и деловые контакты Гарри и Меган еще долгие годы. А в самом конце августа негосударственная британская организация по контролю за СМИ Авком признала, что телеведущий Пирс Морган был прав, критикую герцогиню Сасекскую, и признала его право на свободу слова и выражение собственного мнения. После этого рейтинги популярности Гарри и Меган в Великобритании упали до исторически рекордного низкого уровня. Даниэла Эльзер резюмирует, такого никто не предполагал, так не должно было быть. Нынешний год обещал стать самым большим и ярким для Гарри и Меган. Освободившиеся от дворца, освобожденные от всех этих надоедливых протоколов монархии, они, казалось, были готовы к 12 месяцам завоевания мира. Заключив, по слухам, сделок на 180 миллионов долларов, они должны были попасть под свет софитов и уж точно получить приглашение на вручение премии «Оскар» в качестве номинантов. Но все эти надежды не оправдались. Вместо этого нынешний год проходит для Сасексов под девизом «Укрепление статуса дворцовых изгоев». И при этом пара не оставляет какого-либо существенного следа в заявленной ими ранее благотворительной деятельности.